К 75-летию победы в Великой Отечественной войне с особым трепетом вспоминают события тех лет. К трагическим итогам относятся данные о солдатах Красной Армии, которые пропали без вести. По разным оценкам это от полутора до четырех миллионов человек. Вернуть их из небытия – задача поисковых отрядов. Спасдеменский район Калужской области. В августе 1943 года эти места стали арены для Спасдеменской операции. Так было названо наступление советских солдат на фашистского захватчика, который к тому времени уже основательно расположился на Смоленщине. Здесь немцы создали мощный опорный узел обороны протяженностью в несколько километров с оборонительными укреплениями, траншеями. И несколько наших дивизий штурмовали несколько дней. За 14 дней спецоперации потери Красной Армии составили более 25 тысяч человек. Пропали без вести почти 500 бойцов. Значительные потери понесла и сторона противника. Сегодня, спустя 77 лет, эта земля продолжает хранить свидетелей тех сражений. Не все были найдены, не все были подняты. То есть количество пропавших без вести бойцов Красной Армии, оно тоже очень велико. Очередной вахтой памяти в этих краях стала сентябрьская экспедиция поисковых отрядов «За Родину» и «Весна Победы». За семь дней совместных поисков была исследована значительная часть территории, что дало результат. Из небытия удалось вернуть 15 красноармейцев. Успешно проведенная спасдеменская операция, в которой погибли поднятые бойцы, стала плацдармом для дальнейших успехов Красной Армии. К концу сентября от захватчика был освобожден Смоленск, а в октябре – вся Смоленская область.